Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о пустых баночках. У меня опять накопилось здесь их очень-очень много. И мне кажется, что перед Новым годом я просто обязана с ними распрощаться, подвести какие-то итоги, вам рассказать о том, чем я пользовалась, что было интересного, в общем-то, у меня здесь. И давайте погнали, потому что видео, скорее всего, будет долгим. Первое, что я хочу вам показать, это была вот такая смывка от LUMENE 3 в 1, но мягкая очищающая вода. Это что-то типа мицеллярной воды. Очень мне понравилось это средство, действительно мягко удаляет макияж, абсолютно не щипит глаза, поэтому с удовольствием бы купила еще и пользовалась бы им. Также буквально сегодня с утра добила свой дневной крем от Biotherm Aqua Source, который называется. Очень хороший базовый увлажняющий крем, у него гелевая текстура, очень легкий, быстро впитывается, отлично подходит под макияж с утра. В общем-то, очень я им осталась тоже довольна. Также закончилось у меня вот такое вот жидкое мыло от Faberlic, ароматная земляника. Именно вот этот запах. И запах черной смородины, это мой самый любимый запах Faberlic, именно вот из таких вот мыл. Поэтому я перепробовала их очень много. А вот, кстати, у меня тут еще и спелая смородина, спелая смородина называется. Вот эти два мыла, они просто у них улетный, потрясающий такой запах. Очень вкусный, очень сладкий. В общем-то, обожаю именно вот эту серию мыл. Остальные все мне как-то... А вот эти вот прям вообще супер. Также закончился у меня шампунь Johnson's Baby, который я использовала для мытья кистей. Пользовалась я им очень долго, наверное, где-то год. Хорошо очень очищает он кисти, никаких претензий у меня к нему нет. Кисти после него тоже такие ворс довольно мягкие. Буду ли покупать еще, пока не знаю. У меня довольно много шампуней, и как бы чтобы я прям к нему была привязана, то нет. Но если вы ищете какой-то мягкий шампунь, после которого кисти не будут жесткими, то вполне можете обратить внимание на этот. Очень понравилась мне вот такая восстанавливающая кислородная сыворотка для волос от Faberlic. Код у нее 8901. Сыворотка эта идет упакована в таких вот, по-моему, пять отдельных саше по типу вот такой вот штучки. И каждую я использовала на один раз. Раз в неделю где-то и пользовалась. Очень-очень-очень такая достойная сыворотка. Даже, вернее, я ее использовала не как сыворотку, а как маску для волос. Хорошо питает волосы. Волосы после нее гладкие, приятные, легко укладываются. В общем-то, да, очень я ее люблю. Уже купила такую новую. То, что мне, к сожалению, не подошло от Faberlic, это шампунь и кондиционер для окрашенных волос. У меня эти два средства вызывают какую-то, видимо, аллергическую реакцию на кожу головы. Кстати, я общалась по этому поводу с Faberlic. Они сказали, что, возможно, это реакция на какую-то отдушку, которая там находится. В общем-то, не знаю, что он конкретно делал, но, к сожалению, мне они не подошли. Если у вас чувствительная кожа головы и после мытья определенными средствами возникают какие-то прыщики и так далее и тому подобное, то, может быть, я бы это не советовала серию вам покупать. У меня закончился еще один крем. Я его использовала как дневной, так и ночной. Infinum Pure Derm без содержания жиров для комбинированной и жирной проблемной кожи. Понравился мне этот крем. Добила я его полностью там под самое-самое не хочу. И очень мне приятно было им пользоваться. Какие-то проблемы он за ночь с лица убирал. По крайней мере, насколько это можно было их приглушить, настолько приглушал. В общем-то, очень я осталась довольна. К сожалению, я его больше не нашла в продаже. В каталогах его нет, на сайте его нет, поэтому не знаю, что с ним случилось. Но вот если вернется, я бы еще его заказала. Закончился у меня гель для душа из серии Юный Асмантус. Потрясающий запах. В геле для душа, мне кажется, это самое главное, какой у него запах. И вот этот очень нежный, очень деликатный и приятно было им пользоваться. Это один из таких запахов, который, в принципе, не надоедает. Он не притирается и нет такого тошнотного ощущения. Там через недели-две его пользование, что уже все, уже надоело, уже хочется что-то другое. Очень деликатный гель для душа, поэтому тоже, если вы любитель таких свежих, ненавязчивых ароматов, то присмотритесь. С огромным просто удовольствием я попользовалась вот такими минками от Джон Фрида. Это серия Freeze Ease. Шампунь и кондиционер, опять-таки. Когда я ими пользовалась, то даже вы заметили, что волосы у меня какие-то более объемные, более какие-то красивые, что ли. И я тоже посмотрела те видео, в которых я пользовалась этим шампунем и бальзамом. Действительно, разница есть. Я редко такое замечаю, но разница есть. Очень достойные средства. Если у вас тоже тонкие волосы, прямые абсолютно, которые трудно укладываются, то вот эта штука очень красивыми их делает. Вот они как-то лежат все. И даже вроде как укладывать не нужно, просто посушил волосы, и они как-то очень так красиво легли. Еще выбрасываю два средства, которые у меня не закончились. Первое от YRN из серии Max Slim. Это скраб от Cellulite. В общем-то, как скраб, это средство неплохое, но как средство от Cellulite что-то я эффекта вообще просто абсолютно не заметила. Пользовалась я им какое-то время, потом он мне надоел, потом начал пользоваться другими вещами, и как-то он у меня завалялся, и в общем-то я так поняла, что у него закончился сыром годности, поэтому выбрасываю. То же самое абсолютно и с вот таким вот маслом для тела. Это тоже антицеллюлитное масло для тела. из серии, насколько я понимаю, это бренд Organic, ананас и гуарана. Запах у этого масла для тела очень приятный, но опять-таки антицеллюлитного эффекта какого-то. Да, вот запах прям вообще божественный. Если вы любите фруктовые запахи, то здесь очень четко ощущается ананас. Не знаю, как пахнет гуарана, но в общем-то ананас тут очень-очень сильно ощущается. Очень сладкий, приятный запах. Как сугубо масло для тела нормально, но антицеллюлитный эффект как-то ну вообще не заметила. А, и почему выбрасываю? Потому что опять-таки срок годности закончился. Много у меня всяких масел, всяких лосьонов, и вот как-то не доходили руки у меня до него, и вот закончился срок годности. Еще один дневной крем у меня здесь попался. Этот от Dr. C. Увлажняющий крем с SPF 15, вернее с SPF 25. Тоже мне очень понравился этот крем. Вот такой тоже классический, базовый крем для лица. Очень нравилось то, что у него есть SPF. Я им пользовалась как раз-таки, по-моему, с весны на лето. И это было очень актуально, поэтому осталось им довольное. Сейчас у меня много другой продукции, поэтому опять-таки не знаю, буду ли я это покупать. Но очень понравилось как базовый такой нормальный крем для лица. Несколько средств для волос покажу. Первое это L'Oreal Chroma Care, четвертый номер. Это такой, скажем так, маска такая, которая тонирует волосы в рыжий цвет. Так как рыжий цвет очень быстро вымывается, вы, наверное, все об этом знаете, особенно обладательницы рыжих волос, его нужно чем-то поддерживать. И я его поддерживала вот такой вот штукой. Эффект от нее действительно есть. После того, как покраска свежая, первые два мытья я, наверное, пропускаю и ей не пользуюсь. На третий раз, когда я уже мою волосы, я пользовалась этой штукой и действительно цвет вот такой вот опять насыщенный, ярко-рыжий возвращался. К сожалению, у меня не закончилась эта маска, но я ее тоже выбрасываю. Это маска от Faberlic восстановление материи волос. Не заметила я никакого эффекта на моих волосах. Вот ничего особенного она не делает. Сейчас у меня намного, много, вернее, каких-то лучших масок для волос, в том числе и моя очень сильно обожаемая маска от Marocco Noil восстанавливающая. И мне кажется, что вот это просто недостаточно. Не дотягивает до того уровня масок, который я использую сейчас, поэтому, к сожалению, мне нужно будет с ней попрощаться. Хочу вам показать еще вот такие две минки. Это марка Aperita. Это греческая органическая марка, в которой очень высокий процент органических компонентов. Безумно мне просто нравится эта марка. Она, конечно, дороговатая, но она вот стоит своих денег. Вот эта органическая косметика, которая действительно стоит своих денег. У меня было очищающее, как это сказать, очищающее средство для лица. В общем-то, умывалка классическая. Очень мне понравилась. Она абсолютно не раздражающая. На мою кожу, которая склонная к появлению акне, склонная к разным всяким гадостям на лице, она очень хорошо подходит. Действительно, хорошо, нежно очищает. Ну, вот безумно просто приятная вещь. И тоже такая аминька у меня была детского шампуня. Шампунь тоже абсолютно просто такой приятнейший. Вот видно, что для деток сделанный, потому что очень такой приятный аромат. Какие-то волосы после него такие вот пушистые, как у детей, что ли. И да, безумно мне понравился. Но покупать я его не буду, потому что детский шампунь как-то для взрослой тетки, наверное, покупать не нужно. Но, тем не менее, если у вас есть детки и вы хотите использовать органические средства, то присмотритесь к марке Arkevita. Очень-очень достойный бренд. Закончилась у меня сыворотка для ресниц от Evelyn. Именно в плане роста ресниц я, наверное, не заметила никакого эффекта. Но вот как база под тушь она работает очень-очень даже неплохо. И, насколько я знаю, именно так ее и хвалят на YouTube. Ее рекомендуют использовать как базу под тушь. Сразу она не работает. Ей нужно дать где-то недельку-полторы-две, наверное, чтобы она немножко подзагустела в тюбике. И после этого она начинает работать очень хорошо. Она прокрашивает каждую ресничку, утолщает ее, делает ее немножко длиннее. В общем-то, как база просто супер. Вот эта тушь от Faberlic под номером 5260 стала моим фаворитом в последнее время. Потому что, действительно, из всех тушей, которые в последнее время я пользовалась, она одна из самых-самых достойных. У нее классическая щеточка из натурального ворса. Ничего здесь обычного нет. Опять-таки, этой туши надо дать какое-то время, недельки, наверное, две, для того, чтобы она чуть-чуть подзагустела в тюбике. Изначально она ведет себя, ну, как обычная посредственная тушь. Но потом, когда она немножко загустеет, опять-таки, она очень хорошо обволакивает ресницы, шикарный объем добавляет. Длину, может быть, не столько сильно, но вот объем с ней просто потрясающий. Я знаю, что многим она тоже нравится, поэтому эффект такой не только на моих ресницах. Если нужна бюджетная тушь, очень-очень-очень рекомендую именно эту. Еще одна тушь, которая у меня закончилась, это была тушь от Гош, Бумбастик. Здесь очень большая щеточка, насколько я помню, да, она довольно большая, резиновая, и она такая довольно интересной формы. То есть, сначала там идут несколько, скажем так, ворсинок, потом пробел между ворсинками, и в этот пробел между ворсинками всегда набирается очень много туши. Поэтому эффект от нее создается вот такой вот очень-очень-очень сильно обволакивающей ресницы. Поэтому, если у вас ресницы сами по себе очень хорошие, длинные, но вам нужен объем, то вот такая тушь вам вполне может понравиться, потому что объем она добавляет очень сильно. При этом, может быть, вам понадобится потом расчесывать ресницы. Если вы будете аккуратно наносить, то расчесывать не нужно, но в то же время, если ресницы сами по себе довольно невзрачные, то эта тушь может очень сильно наляпать много просто туши на, в общем-то, сами реснички. Они склеятся, будут получить лапки, и смотреться, естественно, это будет некрасиво. Еще одну тушь, которую я хочу вам показать, это Фаберлик номер 5330. Для верхних ресниц я бы вам ее не рекомендовала, потому что она по своей формулировке довольно-таки сухая, и вот мне лично она не прокрашивает верхние ресницы так вот, чтобы я прям сказала вау. Но в то же время щеточка у нее довольно миниатюрная, маленькая, и она отлично подходит для прокрашивания нижних ресниц. На рынке довольно мало есть тушей, у которых действительно миниатюрные щеточки, для того, чтобы не наляпать себе, в общем-то, тушь по всему нижнему веку. И вот это, мне кажется, что отлично справляется со своей задачей, поэтому если вы ищете какую-то тушь для нижних ресниц и там клиник, например, для вас это вариант слишком дорогой, то присмотритесь к этой. Закончился у меня тоже пробник моей подводки Kat Von D Tattoo Liner. Понравилась мне эта подводка, но ее цена довольно-таки высокая. Она по своему, в общем-то, внешнему виду полностью напоминает подводку Dolly Wing. Единственное, мне кажется, Dolly Wing немножко более насыщенно черная, поэтому если я буду выбирать между двумя, то я закажу Dolly Wing. На eBay полно продавцов, которые продают Dolly Wing в районе где-то, по-моему, 12 долларов. Это же, если я не ошибаюсь, 20 с чем-то, то ли 29 она стоит, то ли сколько-то она там стоит, но, в общем-то, за такие деньги можно купить тот же Dolly Wing, и это будет абсолютно тот же продукт, даже, наверное, более насыщенный, чем этот. Также недавно у меня закончился консилер от Faberlic из серии Airtone. Очень понравился мне этот консилер как под глаза, также он мне понравился для того, чтобы подтирать какие-то ошибки в макияже, и тоже он отлично работает для того, чтобы скрывать какие-то недостатки на лице в виде прыщиков. Не подружилась все-таки я с этой помадой от Faberlic, которая в номере 4640. Это стойкая серия, очень сильно она мне сушит губы, и как-то вот у меня есть какие-то другие помады, тоже из стойких серий, например, те же Wet n Wild, которые на мне держатся очень хорошо, но в то же время они так сильно не сушат губы и не трескаются тоже на губах, поэтому с этой, к сожалению, я буду вынуждена попрощаться. Каждый раз, когда я пытаюсь отбеливать зубы, ко мне в руки попадаются какие-то новые вещи, я всегда начинаю очень радоваться, в таком большом предвкушении нахожусь, потому что отбеливание зубов для меня тема довольно актуальная. Зубы сами по себе у меня в принципе не такие уже прямо желтые, но все-таки хочется вот действительно такой вот белизны, такой вот красивой голливудской улыбки, и ко мне в руки попал вот такой вот, попал такой пробник от GoSmile. Чем мне понравилось это средство, чем я подумала, что оно действительно такое уникальное, это тем, что его очень легко включить в вашу какую-то обычную рутину именно ухода за собой. Это средство идет вот в таком вот тюбике, как зубная паста, и вы его используете с вашей зубной пастой 50 на 50, то есть сколько зубной пасты, столько выдавили вот этой штучки на щетку, почистили зубы, и как бы все, и оно работает. И действительно эта штучка работает, но опять-таки, если у вас есть проблема чувствительности зубов, если у вас тонкая эмаль на зубах, то не играйтесь вот с такими вещами, послушайте моего совета, лучше сходите к стоматологу, где вам подберут именно ваш процент, который не будет вызывать такой бешеной чувствительности на зубах. Вот такие вот штуки на тонкой эмали, это просто такое медленное убийство. Изначально вы его не чувствуете, но чем дольше вы будете им пользоваться, тем больше у вас будут болеть зубы. Еще одна вещь, на которую я возлагала очень много надежд, это была от PL Cosmetics, это сыворотка для роста ресниц. Она идет вот в такой вот упаковке, там где такая вот пипетка, как в сыворотках каких-то для лица, я очень осталась недовольна этой упаковкой, потому что, во-первых, сама пипетка ко мне пришла уже, можно сказать, сломанная, в ней застыло само средство. Я разговаривала на эту тему с владельцем компании, он сказал, что они уже поменяли немножко формулу, и уже такой проблемы не возникает. Какого же было мое удивление, когда где-то через, наверное, месяца два, после того, как я уже прекратила даже пользоваться этой сывороткой, я заметила, что ресницы у меня стали длиннее. Я не знаю, заслуга ли это этой сыворотки, но больше я ничего не делала, не принимала никакие добавки, никакие витамины, ничего особенного там не употребляла в еде, поэтому я думаю, что это благодаря ей. Но вот какой-то эффект у нее очень такой с опозданием, поэтому если у вас уже есть эта сыворотка, и вы перестали ей пользоваться, потому что в процессе использования вы не заметили никакого результата, то достаньте ее снова, и я думаю, что если вы будете ей регулярно пользоваться где-то в месяц, то потом, через какое-то время эффект вы все-таки заметите. Еще два крема под глаза, которые также для меня ничем особенным не выделились, это первый от Афродиты, крем под глаза с оливковым маслом, и тоже Фаберлик Эксперт, три ролл гель от отеков и темных кругов под глазами. У Фаберлик есть такой вот наконечник, который с железными такими шариками, и вы вот так вот по орбитальной кости вводите этим, собственно, наконечником, и темные круги, и особенно мешки под глазами должны от этого уходить. Я особо эффекта какого-то не заметила. Вот я им пользовалась очень так добротно, у него довольно маленький тюбик, кстати, здесь всего 10 мл, и я, наверное, две трети точно использовала, но потом забросила, потому что у меня появился более хороший крем под глаза, и как-то, не знаю, мне от этого никакого, от этого я никакого эффекта не увидела. Ну вот и все, перебрали мы с вами весь мой мусор, от него теперь я могу с легкой душой избавиться, и закончить я хочу опять-таки на позитивной ноте, а именно на конкурсе. Сегодня я хочу разыграть вот такой вот, ой, вернее, вот такой вот сиси-крем от Слик, я заметила, что многие его хвалят в последнее время, и я решила одной из вас его подарить, сама я им не пользовалась, поэтому какого-то отзыва я о нем не могу сказать, но в интернете очень много позитивов. Оттенок у этого сиси-крема Light, в общем-то, если хотите, то участвуйте в конкурсе, все правила я пишу, как обычно, внизу, также не забывайте, что идет до конца месяца конкурс от Simplum, где можно выиграть потрясающую просто палетку теней от Stila, базу под тени от Зоева и помаду от Слик. В общем-то, опять-таки, правила все внизу, не забудьте поставить мне палец вверх, если вам нравятся мои видео, и увидимся с вами в следующих видео. Пока!